Привет, друзья! Сегодня у нас будет небольшой обзор очень интересного радиометра родом из Советского Союза, который я недавно приобрел. По фотографиям в объявлении было совершенно непонятно, что это такое. С одной стороны, прибор вроде бы похож на самоделку, с другой видно, что делали его с использованием производственного оборудования. И вот через пару дней он ко мне приехал. У радиометра были некоторые недостатки, которые я исправил. Например, была порвана фольга на задней крышке, разбито стекло микроамперметра, не хватало винтиков, отсутствовала крышка батарейного отсека, ну и ещё там по мелочи. Но самое обидное, что я полтора дня не мог его запустить. Вроде бы осмотрел всю схему, проверил детали, а он не работает. В итоге выяснилось, что я неверно подсоединял полюса питания. Надо было плюс и минус подключать наоборот. Но, к счастью, я наконец разобрался и прибор ожил. И давайте с ним познакомимся. Никакого названия у радиометра нет, но это точный радиометр. Судя по маркировке компонентов, он был изготовлен в начале 70-х годов. Корпус, как видите, выполнен из стеклотекстолита. На лицевой панели находится микроамперметр М592. Шкала стандартная в микроамперах. И применительно к измерению радиации никак не отградуирована. В центре расположен переключатель режимов на 6 позиций. Первое положение это выключено. Далее идут, очевидно, множители измерительных диапазонов. И в конце есть положение PR, что, очевидно, обозначает проверка. Однако мне не удалось установить, как она работает. Самое интересное, что все надписи – это заводская гравировка. И, помимо прочего, канавки символов заполнены краской. То есть над прибором работали люди, явно имеющие доступ к технологиям. Ну и, конечно же, они очень хорошо понимали, что и как делать. Слева имеется кнопка для сброса показаний. А справа ручка для установки нулевого положения стрелки. На левой стороне корпуса есть два регулятора для настройки чувствительности прибора в режимах бета и гамма. С правой находится переключатель этих режимов. А также здесь размещена крышка батарейного отсека. Радиометр питается от одной полуторавольтовой батарейки КБ-1. В 70-е годы эти элементы были хорошо распространены. Кстати, КБ расшифровывается как «карманная батарея». В моем приборе крышка отсека была утеряна. Вместо нее внутри находился зажим «Крокодил» с подпаянным проводком. Но я сделал свою крышку. Напечатал ее основу на принтере. В углубление вклеил контактную площадку, а внутри разместил проводок с выводом на кольцо из медной проволоки. Таким образом, когда крышка закручена, обеспечивается электрический контакт с резьбовой частью. Кстати, что интересно, вот эта втулка сделана явно из сантехнического фитинга. Потому что резьба внутри коническая, и я намучился при моделировании крышки. Над ней отсека находится пружина. Батарейка вставляется минусом вовнутрь. И после завинчивания крышки она очень хорошо держится внутри и не болтается. А на задней стороне корпуса мы видим закрытое фольгой окно, явно предназначенное для пропускания бета-потока. Изначально оно было заклеено какой-то зеркальной пленкой. Однако она давно порвалась, и я решил, что надежнее будет наклеить алюминиевую фольгу. Для бета-частиц это не преграда. Забегая вперед, скажу, что внутри корпуса установлены три высокочувствительных счетчика STS-5, которые способны регистрировать гамма и жесткое бета-излучение. А также низкочувствительный счетчик C10BG, работающий с гамма-радиацией мощностью до 1,5 рентген в час. Больше никаких внешних особенностей у радиометра нет. Размеры корпуса, без учета выступающих деталей, 170 на 95 на 45 мм. А масса устройства 600 грамм. Внешне этот прибор очень напоминает радиометр RK02M. И микроамперметр такой же, и режимы очень похожи, и кнопка сброс есть, и проверка имеется, и батарейный отсек в том же месте. И я даже думал, что это какой-то прототип, связанный с RK, либо разработка на основе RK. И возможно, так оно и есть. Хотя технически эти модели отличаются. Схемы у них все-таки разные. Давайте теперь включим прибор, и я покажу, как он работает. При включении стрелка немного уходит влево, буквально на несколько делений, и упирается в ограничитель. К сожалению, регуляторам установки нуля мне не удалось вывести ее в правильное положение. Предполагаю, что у каких-то радиодеталей уже уплыли параметры. Но ничего страшного, прибор все равно работоспособен. Просто будем учитывать этот небольшой нюанс. Сразу скажу, что несмотря на три установленных счетчика STS-5, этот радиометр достаточно грубый, чтобы чувствовать обычный фон. Поэтому его нужно немного нагрузить. Для этого я воспользуюсь источником излучения. Сейчас у нас прибор работает в режиме бета. Поэтому будем воздействовать на счетчики STS-5, размещенные под окном из фольги. Давайте для первого диапазона я возьму урановое стекло. Это слабый источник, излучающий мягкую бету. Поскольку изначально стрелка находится левее нулевого положения, придется немного подождать. Ну вот, теперь вы видите, что прибор начинает показывать увеличивающуюся радиацию. Возьмем более мощный источник жесткой беты от радиометра DP-12. Обратите внимание, что стрелка движется плавно, без рывков. И также плавно возвращается назад, если отодвинуть источник излучения. Это говорит о том, что прибор сделан по классической схеме. Когда проходящий через счетчик ток подзаряжает конденсатор, а тот, в свою очередь, разряжается через резистор. Регулятор настройки нуля также работает. И если бы не начальная проблема с уходом стрелки влево, с радиометром было бы все отлично. Но давайте возьму более мощный источник. Как видите, на первом диапазоне стрелка очень быстро уходит за шкал. Давайте переключимся на диапазон умножить на 10. И здесь показания растут уже не так быстро. Да, кстати, кнопка сброс исправно выполняет свою функцию. И с ее помощью можно мгновенно обнулять результат измерения. На диапазоне умножить на 100 стрелка, увы, не двигается. Хотя источник у меня довольно мощный. Скорее всего, это из-за проблемы с неверным положением стрелки изначально. Ну и на умножить на 500 тоже ничего зафиксировать не удается. В положении проверка, по идее, как-то должно показываться напряжение элемента питания. Но, видимо, что-то не работает, поскольку никаких движений нет. Интересно, что если переключить тумблер в положение гамма, то вместо счетчиков СТС-5 будет работать счетчик С10БГ, который находится внутри корпуса в левой стороне. Давайте протестируем работу счетчика в гамма-режиме. Как видите, он также исправен, и радиометр дает какие-то результаты замеры. К сожалению, я не имею ни малейшего понятия, как связать показания на шкале с мощностью излучения, либо плотностью бета-потока. Поэтому работу прибора мы можем оценивать лишь условно. Теперь откроем корпус радиометра и посмотрим, что же у него внутри и как он устроен. Для этого отвинтим четыре винтика и снимем крышку. Под крышкой мы в первую очередь встречаем плату с тремя счетчиками СТС-5. И на ней также находятся токоограничительные резисторы для каждого из счетчиков. Обратите внимание, как устроено крепление винтов. Это просто припаянные к фольге гайки. К сожалению, одна была вырвана вместе с фольгой, поэтому я приклеил ее на эпоксидный клей. Давайте проверим, каким напряжением питаются счетчики. Для чего я подключу к их выводам вольтметр. Включаю радиометр. И на шкале вольтметра мы видим 380 вольт. Что является нормой для этих счетчиков. Снимаем плату. Сразу же открывается высоковольтная схема, где видно трансформатор, а также газоразрядный стабилитрон SG301S, который стабилизирует питание счетчиков. Сделано все грамотно. В приборе используется блокинг-генератор для создания нужного напряжения. И, кстати говоря, работает он непривычно тихо. Мне так думается, что самодельный трансформатор получился очень качественный. Корпус батарейного отсека, судя по всему, выточен из эбонита или карболита или чего-то подобного. Ну и его металлическая часть, как мне кажется, это обточенная латунная муфта. В центре расположен переключатель режимов работ. Ниже мы видим кнопку сброса. В глубине под тумблером находится регулятор установки нуля. А вот сам тумблер режимов гамма и бета сдвоенный. И он выполняет функцию подачи питания на соответствующие счетчики, а также коммуникацию счетчиков с платой, отвечающей за диапазоны. А вот, кстати, эта плата. На ней расположено несколько резисторов для каждого из диапазонов и один общий накопительный конденсатор. На следующей плате мы видим регуляторы чувствительности бета и гамма. Отдельных калибровок для каждого из поддиапазонов здесь нет, только для режимов. И здесь же в глубине находится счетчик C10BG для высоких доз гамма-излучения. И этот счетчик мне пришлось заменить, потому что стоящий в приборе был неисправен. Кстати, вот этот оригинальный C10BG 1960 года производства. И он отличается от более поздних счетчиков, хотя завод-изготовитель тот же самый, Мэлс. Давайте я покажу, как работает переключение режимов. Вот у нас включен режим бета. И на счетчиках STS5 питание есть. А на C10BG нет. Включаем режим гамма, и теперь все наоборот. На бета-счетчиках напряжения нет. На гамма-счетчики напряжение есть. Осталась еще одна плата с деталями. Там есть 4 транзистора, 2 катушки, диоды, еще какая-то мелочевка. И на ней я заменил 2 высохших электродических конденсатора и 1 неисправный транзистор. Предполагаю, что это плата усилителя тока, поступающего со счетчиков. Как видите, по нынешним меркам внутри все сделано довольно кустарно. Однако для приборов из 70-х это совершенно нормальная технология. Здесь уже нет навесного монтажа. Все детали впаяны в текстолитовые платы. Разводка выполнена с помощью фольгированных дорожек. Между собой платы соединены проводами. Качество пайки нормальное. В те годы паяльных станций не было, работали обычными паяльниками. Платы с помощью винтов и гаек прикреплены к общему шасси из алюминиевой пластины. Электронная схема выглядит очень продуманной и состоит из многих деталей. Здесь и правильный блокинг-генератор со стабилизацией напряжения, и несколько измерительных диапазонов, и различные счетчики, плюс имеются необходимые регулировки. В общем, аппарат создавали хорошо понимающие в своем деле инженеры. Причем видно, что разводка плат уже готовая. Там нет перерезанных дорожек или припаянных проводков. Схема конечная и проверенная. Скорее всего, это уже не первый вариант изготовления. Вряд ли над прибором работал один человек. Скорее всего, радиометр был изготовлен в какой-то лаборатории или производственной мастерской. По разным признакам видно, что прибором довольно активно пользовались даже после того, как потеряли крышку батарейного отсека. Но где, для чего и как был спроектирован этот безымянный радиометр? Были ли изготовлены еще такие же приборы? Все это остается загадкой без ответа. В любом случае, большая удача, что до нас дошел такой интересный в историческом плане экземпляр. И я был очень рад вас с ним познакомить. Как всегда, спасибо за просмотр. Жду ваших комментариев по поводу этого необычного радиометра. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»